Вольтия. Не может быть. Да. В Столинский район, Колопинска близко. Да. Так. Да и что вам Белоруссия нравится, как живет она? Все Белоруссии мне нравится. Я люблю Белоруссию, бо я там народилась. Так а что тогда? А что тогда? А то что тогда? Вы поддерживаете, я так и что поддерживаю Путину, что у нас тут враги живут, чтобы вас... Так а при чем здесь Путин? Подожди, есть ли вы... Хорошо, давайте, давайте. Нет, я сам с Украины. Я же на Белоруссии ничего не скажу плохого, потому что есть люди, которые за Украину, а есть против Украины. Так, подожди, за и против, вы понимаете, это вообще бред. За и против. Это люди больные, которые не понимают, что... Я выпустил Людмилу из-за вас, Леон, вы вошли, и я не поняла. Скажите, пожалуйста, Путин кто? Чтобы я поняла вашу гражданскую позицию. Смотрите, мы же гражданская птица, то есть, если она сказала, что мы в Белоруссии... Нет, Путин кто, Леон, забудьте про Людмилу. Вы скажите просто, кто Путин? Путин? Я не знаю, ну, президент Российской Федерации. А вы украинец, да, при этом? Ну, да, я украинец. Как вы думаете, ваш дед говорил, что Гитлер президент Германии? Кто там был фюрером? Или они говорили... Или они Гитлер капут говорил? Что ваш дед говорил? Мой дед говорил, ну, извините, тогда была Вторая мировая. Ну, да, я поняла, ваш дед говорил Гитлер капут? Говорил. А чё ж такой выродок появился в виде его внука? Вот дебил, а. Лучше бы ты не родился, вот такого хорошего деда. Соломия. Отвечай, я могу вам, короче, отвечать. Я из Молдавии. Из Молдавии, окей, дякую. Путин это... Клон Гитлера. Да, клон Гитлера, согласна. Он тоже поступает так, как поступал Гитлер. Вот, а так я вам скажу. Правильно. Он не уважает ни украинцев, даже свой народ. Когда в 2014 году он поставил санкции, хотя знал, чем обойдется это в своей стране, и он согласился на санкции. Вот, сейчас в России, я последний раз был в России в 2018 году, там чуть не сдох с голоду. Живут там хорошо те, кто в властях. Где-то за единую нефть не живут, а у нас есть и газ, и нефть, и мы живем в дерьме. А я побочаюсь. А вы разговаривали с этим мужчиной сейчас? Может быть, он уже полюбил Путина за годы войны? Он, походу, не живой. Я уже там был где-то уже 5 лет. Ну, Путин же решает проблемы с бедностью таким... Сейчас, не возможно. Путин поднимает себе рейтинг войнами. То есть люди недовольны всегда были Путиным, но после войны или там до Крыма они начинают вдруг резко перебываться, потому что он поднимает престиж России, как им кажется. Поэтому ваш дед мог перед смертью еще, не знаю, Путину какую-то там славную песню написать? Нет, нет, этот не смог. Нет, я вам обещаю, я это знаю. Но я вам скажу одно. Когда я последний раз работал в 2018 году в России, тогда закрывалось, где в этом области, закрывалось и мясокомбинат, очень большой, с экспортом в Европу, в Латвию, в Германию, сюда-сюда. И квасовин, квасохлебный завод. Все, на сегодняшний день там никто не работает. И люди, вот под Питером, еще такие вот спелые на мозгах, еще думают, блин, что мы, Путин, это, блин, нас загнал самое дерьмо. А вот в Москве иначе думают. Путин наш царь, наш бог и туда-сюда. А остальная Россия, кроме Питера и Москвы, что вы думаете, они думают о Путине? То же самое, но сейчас, на данный момент, они боятся этого сказать. Потому что у меня очень много друзей под Питером, под Москве, которые 2002-2002... Кто-нибудь из ваших друзей мобилизировался? Я с них. Кто-нибудь из ваших друзей мобилизировался? Да, конечно. Брат, сестры, моей мамы. И до сих пор нет никаких сведений. Как понять, брат, сестры, моей мамы? У вашей мамы есть сестра? Сестры, мои мамы, жили в России. И два года назад, когда была мобилизация в Украине, тогда он потерялся без вести. Вот так. Он был инженер... А почему он пошел на войну? Почему он пошел на войну? И к нему приходили домой, взяли силой и все. Силой его взяли. И все. Вы знаете, у меня была на эфире женщина из земля Сахат. Ну, русский называют Якутия. И ее мужа тоже... Ой, мужа. Ее сына тоже взяли. Тоже силой. Но когда их куда-то везут, их сначала на самолете переправлять в один пол, то другой. Вот там, где их держат, их там уже силы никто не держит. Он просто взял и ушел. Ну, там сбежал. Ночью. Он сейчас в Казахстане. То есть, берут силы. А потом, может, там много пунктов, где он может не воевать. Да хочу жить, предоставляет возможность. Еще перед тем, как ты пересек границу, ты тоже... Точно так же. То есть, там много есть выходов из ситуации. Если ты еще не военный, если тебя еще не мобилизовали, если тебя уже мобилизовали, если ты думаешь, что тебя мобилизуют, там все просчитано. Ты можешь не воевать. То есть, если он из пункта А дошел до пункта Б, то он... Я знаю. Да, но дальше он мог съебаться. Он мог съебаться. Пока он был на территории РФ, он мог съебаться. Мы договорились. Мы договорились, был зеленый коридор, там, возможно, он где-то откликнется или что-нибудь так... зробит так, шел, як надо. Но он без вести пропал. Вот в первых днях СВО, если так сказать. Вот. Вот. Мы хотели вот как-нибудь. Потому что его... ее мать перебралась в Чониксберг. Это Калининград. Вот. 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 Мы хотели вот как-то... Но нет, без вести пропажу. Все. Вот вам. Это... Россия, вот... Это чума. Вот если... Как я из Молдавии вам скажу. История нас нихуя не учит. Извините, наверное... Я согласна. Согласна. Я согласна. История нас нихуя не учит. Ничего не... Да, ничему не научили. Ничему абсолютно. Ничему. Путлер полностью скопировал речь Гитлера. Полностью. Защищать пошел... Гитлер пошел защищал немецкое язычное население в Польше. Мы пошли защищать русскоязычное население в Украине. Все то же самое. Даже буковка СС такая же, как ЗЗ. Правильно? Такая же. СССР. В тоже была у Гитлера. Тут и ходит мимо в интернете, что если бы у Гитлера были такие пропагандисты, как Скобеева и Славев, то Гитлер до сих пор верил, что он выиграл в войну. Вот так. Да. Это ужасно, что наши деды умирали, и потом... Пропаганда это топливо войны. Да. Наши деды умирали, и в итоге привезли Гитлера прямо в сердцевину России. Вот туда вот прям. Конечно. Кстати, у Гитлера, тело его и есть. Вы знаете, что... Чувак, зараза. Вы знаете, что тело Гитлера в Москве? Нет. Не знал? А где вы думаете его похорон? Его же нет. Нету могилы. Очень интересный... Его череп, и череп Ева Брау находится в Москве. Его забрал к себе Сталин, и я думаю, там с ним целуются в десна Путин. Там же все, что есть с Гитлером связано, как это его шиш... Это как это... Не кепка, как это... Фуражка Гитлера тоже где-то в Москве. Они там дрочат реально просто. Для них это Гитлер это вставляет. Очень много российских мальчиков дрочат на Гитлера. У меня в подписчиках есть прям мальчики... Адольф Гитлер, Ник. Я говорю, ты что, любишь Гитлера? Нет, я люблю Россию. Ну так... Ах, нет. Да, он любит... Я вообще никогда не интересовался, где похоронен Гитлера. Блин, вот... Вот, его нет. Его спиздили. И русские спиздили даже его череп. Русские пиздили все даже... Вот...